ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Ха-ха, всем здорово! На улице, блин, 0 градусов, смотрите, вот собрался ехать куда-то. Блин, вот... Как вот это печалит меня! Просто триндец, как печалит меня эта хрень! Хотел сегодня поменять стекло лобовое. Причём изначально я ориентировался на даме, поговорил с родственниками с одним, ориентировался на цену на 2,5. Посмотрел объявления, полазил там по форумам, ну, что где делают у нас в городке. Посмотрел... Короче, ценник, смотрю, 3200. Стал звонить, везде говорят 3500. Ещё причём... Вот в какой-то сетевой структуре не хочется, где всё поставлено на поток. Где, по большому счёту, ну... Даже не то, чтобы прямо мастер, а чаще всего какой-нибудь наёмный мальчик, которого это, может быть, первая работа, может быть, вторая, бай... Болты и гайки крутит он там, да? По-быстрому, по-быстрому. Всё на потоке, клеит туда-сюда. Туда не хочется. Ну, тут есть парочка у нас таких, как бы... Ну, конкретно, типа, сетей. Вот. Соответственно, ещё по времени тоже. Полтора часа примерно, говорят, поменять стекло. И вот в этой фигне сказали 8 часов надо ждать. 8 часов, блин, это долго. И гарантию дают год. Нашёл чувака, по форуму тоже он там отписывался. Я думаю, о, наверное, грамотный специалист, потому что он пишет, что 10 лет, типа, уже занимаюсь. Вот. Написал, позвонил ему. Ну, 3500. 3500 и 4 часа. И так он мне как-то грамотно всё это дело рассказал. Говорит, полтора часа, типа, делается. И потом ещё 2,5 часа нужно, как минимум, чтобы машина в боксе постояла, чтобы высохла, чтобы было всё в порядке. Я сразу думаю, ага. Если там 8, то там просто-напросто, наверное, берут с запасом, чтобы пока машину в очередь поставили, пока они там покурят, пока этих пацанов там отправят туда это делать, делать. Не спеша, не шаляй-валяй, всё сделают. Короче, точно. Я расхотел ехать в сетевую хрень. Позвонил рядом с работой. Там одна единственная хренотень рядом с работой. Там мужик, такое ощущение, что у него там гора машин. Не хочет даже брать. Ну, каким-то таким голосом он разговаривал. Полтора часа, говорит, будет делаться это. А потом как хотите. Хотите забирайте, хотите не забирайте. Вот. Причём, если в сетевой хрени мне давали... Так, я хотел на почту забежать. В сетевой хрени мне давали на... Это всё. Год гарантии. То этот мужик, где на полтора часа, а потом хотите забирайте, хотите не отдает полгода гарантии. Где-то там ещё мне тоже где-то полгода давали. Где-то год. Мужика заломил 3 800 вообще. Ну, который на полтора часа. А вот тот чувак, который пишет, что 10 лет занимается, всякая фигня, он... Короче, вот. И вот этот чувак, который за 3 500, который 10 лет занимается, у него, он сказал, бессрочная гарантия. То есть это сразу подкупает, когда ты знаешь, что человек готов поручиться за свою работу вообще навсегда практически. Конечно, может, это просто как рекламный маркетинговый ход, вся херня. Он просто знает, что там ты не приедешь к нему через 5-10 лет. Но, в любом случае, это подкупает. Заходил сейчас на почту, насчёт абонентского ящика. 145 рублей у нас на почте стоит абонентский ящик. В любой момент можно открыть 145 рублей в месяц. То есть его оформляешь и там на... Ну, пишешь договор, на какое время ты хочешь оформить абонентский ящик. Типа минимум на 3 месяца. Ну, я думаю... Я думаю, на 3 месяца сделаю. А потом просто буду продлевать. Соответственно, если... И это можно сделать в любой день. Пришёл, оформил абонентский ящик и всё. Если кто-то хочет отправить мне какую-нибудь шнягу, чему я буду очень рад. Несказанно рад, конечно же. Пишите, что так и так. Я сразу побегу на почту, оформлю абонентский ящик и размещу уже... Ну, как бы и скину ссылку на свой абонентский ящик. Ну, типа, вот мой абонентский ящик. Сюда сюда. Так-так-так-так-так. Неожиданно мы вылезли из-за машины. А так, ещё вот пока еду на работу. Сейчас хорошее какое-то настроение с утра. Хотел некоторые новости обсудить. Ну, про Давидыча, конечно же. Как без этого? Все пишут, все обсуждают. В принципе, я практически со всеми и согласен. Что с одной стороны, нет, не бывает дыма без огня. Наверняка нашли за что схватить его за жопу и схватили. Не просто так. У чувака там куча бабок, как полно. Но и одновременно с тем, и, конечно, это показатель того, что захотели схватить человека и схватят. Что могут схватить, в принципе, любого. И что, ну, как? Тут посередине. Тут все ведут свою игру. Говорить, что Давидыч приятный, хороший человек. Нет, ни хрена не так. Говорить, что он не преследовал каких-то своих личных и, скорее всего, корыстных и амбициозных каких-то целей, когда он вот эту вот всю кашу заваривал, когда он там их ловил, туда-сюда, все вот эти вот охоты на Давидыча. Ведь, посмотрите, у него даже вот эти видосы такие разгромные, да, которые называются охота на Давидыча, так и называются охоты на Давидыча. То есть он, понимая, что где-то как-то, видимо, под колпаком находится, что кто-то, ну, как бы, есть, видимо, какой-то материал на него и что вполне возможно, его собираются схватить за жопу. Он стал первым опубликовывать вот эти всякие такие вот материалы, за счет чего потом у общества создается мнение, что, ага, Давидыч-то борец за справедливость. Давидыч-то борец за справедливость, и именно поэтому уже его пытаются прихватить. А не факт, что так тут-то и было. Скорее всего, он уже стал борцом за справедливость, понимая, что его прихватят за жопу. Так пусть это в глазах общественности выглядит как то, что он борец за справедливость. Конечно, и поэтому именно бомбануло его, когда вот Немагия сняли на него вот этот обзор. Почему? Потому что он вот это разделял, да, обычных людей и, скажем так, власть. И он именно искал поддержки перед властью, перед законом у обычных людей, обычных парней. Для этого делал видосы, вот эта вся движуха. Ну, не только для этого, конечно, для самой реализации, там, для того, для всего. Но мотивы-то, примерно, думаю, такие же, как у различных разбойников средние века, которые там убивали пачками, грабили, там, насиловали, а потом строили храмы и, вполне возможно, даже еще становились старцами святыми. Вот мотив-то, примерно, тот же самый, только здесь уже в наше время он, как бы, хотелось-то ему, как бы, такой, народной, в глазах простых пацанов, скажем так, респектоса. Ну, в принципе, чего он и добился, но именно поэтому его видос немагии-то бомбанул, потому что видос немагии, как бы, его именно в глазах обычных пацанов выставлял неприглядно. в глазах его целевой аудитории, именно его целевую аудиторию, для которой вот все вот это, вот все эти охоты, все вот эти поимки ментов, взяточников, все эти, ну, такой вот весь образ, да, для кого был сделан, для кого вот это все снималось, тем просто-напросто все, всю малину испортила ему немагия, поэтому видос немагии его и бомбанул конкретно, что он там в суд на них впадал, и не сказал просто, да, пацаны пошутили, и ладно. именно потому что, как бы, конкретно портит малину ему эта фигня. Ну, а само по себе задержание, я вот согласен, видел какого-то чувака, как-то у него мотореспект называется, или еще что-то, ну, как-то так видос называется, он, в принципе, там поддерживает Давидовича, то есть он говорит, я не знаю, что Давидович, как бы, хороший человек, плохой человек, реально было за что его схватить, поймать или не за что, но, как бы, сам факт, что, типа, мол, человек что-то пытался делать, и его хватают за жопу, плохо, и, соответственно, если вы, он, как бы, призывал поддерживать в этом случае не Давидовича, а человека, который хоть что-то пытался делать, хоть как-то оторвать свою жопу, и не боясь там системы, не боясь там еще чего-то, пытался как-то что-то. Вот в этом плане я поддерживаю этого человека, вот этого чувака, который там, мотореспект, или мотор что-то там, Мотоциклетная какая-то тематика У его канала Там дофига просмотров Я думаю найти не сложно Поэтому тут истина Где-то посередине Всегда Ты всегда послушаешь одну точку зрения И если наивный человек Ты так Да, вот злодей, вот хмыри Послушаешь другую точку зрения Думаешь, охренеть Ну и пидорасы И еще ведь пытаются себя выставить Вот на самом деле истина посередине На самом деле Под насрали и там и там Это вот всегда так Особенно это с девочкой им просвечивается Когда ты общаешься с женщинами Девушки, которые меня смотрят Все замечательные, милые, умные создания Я вот Просто чаще всего Среди девушек такое встречается Не говоря, что все так Ты послушаешь Она прорассказывает Про кого-то Про какую-то там С кем у нее терки Да Триндец Тебе такого выскажут Такой хрени, короче Да И даже на эмоциях И других девочек У меня в магазине Вот я постоянно Смотрю как бы со стороны Да Все вот это Все такие Разборки И другие У них прямо возмущение кипит И да, и да И то, и сё И они потом еще сами разносят Информацию, которую им Эта одна курица, например, предоставила А потом Через некоторое время Когда включаешь голову Сопоставляешь факты Понимаешь, что тебе рассказали Какой-то дебилизм И еще тем более Если слушаешь другую сторону Которая там же Опять же, если девочка Со своей эмоциональностью Со своей там Вот всей вот этой вот Ахинеей тебе несет Свою точку зрения То ты понимаешь Что Истина там посередине И факты-то вылазят И вот оно, вот оно Поэтому Такая же фигня Вообще Все средства массовой Информации Дезинформации Как Денис Борисов их называет Все это Все эти СМИ Все это говно Оно Вот по этому принципу Работает Как Соединенные Штаты Америки Любую ахинею Любое говно Рассказать Лишь бы себя выгородить Все Себя выгородили И потом В учебниках истории Любое говно Любая ахинея Через сто лет Через двести Через тысячу лет Как бы Сотрется Истинно И останется только то Что пытались Показать Вынести наружу Вот такая фигня Еще хотел Обсудить Такой видосик Я увидел Про это Ну понятно Что это фейк Якобы Лайф Ньюз Якобы там Какая-то Конторка Разыгрывала Месяц С жизни С порно-актрисой И какой-то Шестнадцатилетний Пацан Выиграл Я понимаю Что это конкретный Фейк Разводилова Но просто Я думаю Вот интересно А представляете На самом деле Какой-то мужик Мужик Ладно там девушку Вообще не будем Брать в расчет Ну нафиг ей это нужно А мужик какой-то Там семьянин Конкретный Сорокалетний С красной ряхой Вот с такой Да Замученный делами С семьей С женой Которая уже Ну не знаю На что похоже Билит тебя Там Ну я не знаю У всех по-разному Конечно Я Ну как бы Такой утрированный Утрированный Какой-то момент Берут У него в жизни Там Пьянка Работа Друзья Алкаши Все В принципе Телевизор По которому Показывают Какое-то говно И наши Футбол Постоянно Проигрывают Ну проезжай Вот такие Такая Фигня Просто такой Моментик Какой-то тип Я не знаю У него Два значка На специально Должно висеть А он Ну судя по тому Как он ездит Ну так вот И тут Хлоп Выпадает Месяц жизни В отеле В нормальном Ну предположим Да Берем идеальную ситуацию Этого фейка С порно-звездой С какой-то там Актрисой Которая Воплотит там Все твои Желания Фантазии Вообще Ну конечно Хер его знает Как там Месяц жизни С ней Может она И скорее всего Будет последняя Стерва И испортит тебе Месяц жизни Просто-напросто Блин Я тут от Эмоций Плююсь просто Кто его знает Потому что Будешь видеть Эту порно-звезду Каждый день В халате Без макияжа В гостинице Там какую-нибудь Курить она будет В номере Леша на кровати С грязными ногами И орать Принеси мне Шампанского Выпить Или там еще Давай шранемся Неизвестно Как на самом деле Вылиться Это только же Сладких грезов Несовершеннолетних мальчиков Месяц жизни С порно-звездой Кажется Сказкой какой-то А по факту Мне кажется Вообще говно-говно Но все-таки Вот если вы Идеальный Идеальный вариант Это вот как Это с одной стороны Отказаться И сказать Нет, я семейный человек Там туда-сюда А с другой стороны Раз в жизни Раз Единственный в жизни Этому Замухрыженому типу Говорю С красной ряхой Там 46 лет Ну и Без разницы Скольки В его беспросветно Пьяно-работной Серой Серой жизни Вдруг Ну просто Вот я вижу Как живут люди Вокруг меня Представляется Месяц жизни Можно сказать В сказке В какой-то там Мальчишеской Какой-то там Не знаю Владилен Вяжевич Вот-вот Вот прямо Владилен Вадик Вадик Короче Из этого Из Радисна Для него Такой месяц Ох я думаю Вот это дилемма Дилемма Вот это просто Конкретно И ты понимаешь Что ты не объяснишь Своей жене Вот Вадик Точно не объяснит Своей жене Что Он будет Спорно звездой Там Исключительно Во благо семьи Оттачивать Навыки Мастерства Или там Еще что-нибудь Такое Или там Он едет В Москву По делам Ну я не знаю Как это Но блин Фейк Знатный Просто Просто Вообще Отличная тема Блин Как всегда Тут все заставлено Встать некуда Туда проезжать Тоже Как быть Не совсем К добру Я Буквально По тротуару Перед магазином Все ездят уже Все заставлено Машинами Пытается Нила какая-то Выехать А вот Местечко Местечко есть Я прямо К своему магазу Подъезжаю Под окна Короче То есть Люди Встают Буквально А ой Чудак Встану Получше Машинами Заставлено Ой Машинами Заставлено Все Конкретно Чуть не задавил Блин Девочек с коляски Потому что Охренеть Я Не знаю Как их назвать Пешеходы ходят Окна запотели У меня Погода Вообще Фаршмачнейшая Просто Напросто Сейчас Вот Ждаст И вернем Чувак Чувак Один Понятие Делел Показался Делком Чувак Чик 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 Ну все Вроде Притулился Как-то Ладно Короче Ребят Приехал Я на работку Пойду Машину Запотевать Не буду Больше Сейчас надо Открыть Окошки Чтоб Немножко Проветрилось Короче Вот это Дилемма Дилемм Ну это как Про Кипр Я помните Говорил Да Там все Таки Немножко Другое Там Жить Навсегда Уехать И все Блин Трещина Похоже Все таки Немножко Увеличивается На стекле А тут Такое Дело Ладно Тогда Чувак Тут еще Ходит Рядышко Не хочу Не нравится Давайте Пока Все